Завершающая в этом учебном году встреча в рамках проекта «22 вопроса к» прошла в первой Одинцовской библиотеке. Каждый месяц, начиная с осени, гости рассказывали о себе и своей профессии, отвечая на вопросы школьников. Мы приглашаем к нам сюда в библиотеку людей, которые могут рассказать о своей профессии, о том, как они пришли в эту профессию. И возможно, что ребята, послушав нашего гостя, примут для себя определенное решение. Может быть, кто-то захочет быть врачом, кто-то спортсменом, кто-то композитором. Вот сегодня у нас поисковый отряд. Может быть, кто-то захочет отдать себя этому делу и помогать людям. Печальные, но упрямые данные статистики говорят, что ежегодно в России исчезает более 100 тысяч человек. Четверть из них – это дети. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», названного в честь маленькой девочки, не дождавшейся помощи, каждый день посвящают себя тому, чтобы таких случаев не было. Это такое направление, которое позволяет сейчас, в нынешнее время, многим людям показать свою душу и добро к отношению других людей. В нашем мире сейчас все так не очень просто. Добровольчество и волонтерство сейчас на самом деле очень сильно развивается и можно себя найти в этом деле. Они ищут пропавших людей, проводят профилактические мероприятия и обучают добровольцев. Андрей Чернов рассказал об использовании своих основных методов и наработок. Поделился случаями из жизни. Для меня был фактор того, что человек еще живой – это собаки, которые не вернулись домой. Я им верил, что они не вернутся домой, пока человек жив. Они будут греть бабушку, лежать с ней до последнего. Сегодня поиском людей занимаются более 30 тысяч волонтеров. Глядя на заинтересованность ребят, можно смело сказать, что ряды поисковиков будут только пополняться. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».